Продолжение следует... 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 ну во-первых, они не такого типа, как эти во-вторых, как мы сейчас видим ясно положится, как может выглядеть эффективный оператор, когда мы эту петлю проинтегрировали остались вот эти ПС-кварки, обратите внимание, здесь стоит W, и это вершина левая, и это вершина левая поэтому эти атаки остались, левая, левая но C-кварки замкнулись в петлю, здесь вышел клево и все вместе, это должен быть в городском вариант, это вклад в огражение поэтому, вот просто написать что-нибудь, например, вот такого видео вот это гамма-мю держит их левыми это автоматически будет но по градиентной вариантности здесь выйдет же меню но уже меню два индекса, поэтому это не подходит такой буквально, ну, один этих свернем, один останется торчать, это не ловится горя кроме того, это и по размерности не подходит тут стоит, когда мы W стягиваем точку, как обычно то его пропаганда заменяется на константу ферми ферми, и вот так же, как здесь, это должен быть оператор по размерности 6, масса в 6 а это 3, один ток, а напряженность масса в квадрате, это размерность 5 ну, короче, в таком виде этого не может появиться при вычислении этой петли на самом деле, по градиентной вариантности это выглядит вот так входит производная напряженность я пишу сразу к варианту, а производным нужно, опять-таки, из градиентной вариантности ясно, что ответ должен выглядеть калибровочным вариантом но так оно и есть короче говоря во-первых, это прямым образом вычисляется поэтому, можно было бы вообще не говорить а сказать, что вычислили и получили но я говорю, вот такие общенаводящие изображения которые совершенно прозрачны поэтому этот оператор вот эта диаграмма, вернее, при интегрировании этой петли хотя здесь формально выглядит, как излучение клевода но по градиентной вариантности и по лоренцу, и по разметности этот клевод превращается в отборшки но зато есть уравнение движения гвд которые говорят, что дивергенция же не ню это ток, создаваемый кварк другими источниками, кроме глеона в данном случае кварками ну здесь входит все, что может войти U, T, S, там формально сумма по всем кваркам это судная матрица группа S3, обычная она у нас встречалась много раз важно то, что это вектор литок обращая внимание это то есть на картинке это что означает реальность? что на самом деле не спускается живой глеон а что такое живой глеон? живой глеон это ну что-то типа шеропа а здесь стоит если бы у вас вместо этого даем просто вектор потенциал а вот это был бы живой глеон но это не кредиентная инвариантная вещь поэтому, конечно, он так не может появиться на самом деле теория восприятия это выглядел плотан где кое-то ему с этого глеона испускают это это координатное представление Q квадрат это то же самое просто здесь я напомню что такое это это миню это будет 2 ню плюс 3 а ню вот это квадратная производная эта матрица только выше ее я не знаю ну хорошо вот этот индекс А пробегает в присоединенном представлении nc квадрат минус 1 8 значений так это я в матрице на виде так проще а видите напряженность которая есть dm минутка дело в общем это не мой индекс а здесь как матрица это будет матрица 8х8 поэтому ее надо написать вот так bc вот это 8 матриц присоединена восьмимерном представлении а это меню тоже матрица 8х8 но теперь надо наверное взять trace если это все в целом бесцветно и все но могу писать и без матриц может быть давайте попробуем тогда этот индекс будет общать тут будет это символ а вот как это будет дельта b дельта дельта f a b c a c и вот кавариантная производная в таком не знаю как это назвать не матричном а в кантовом таком видишь открытый вид так а это приближенность где ню a b ню между d a b ню и g f a b c d d d d d a d d c d СНЮАВ на ЖБНЮ Может быть, надо такое меню перестать Сейчас не в этом дело, неохота переписывать Это понятно? Я просто вот эту короткую, говоря, запись явно расписал, чтобы напомнить, что это такое Так вот, если вы это всё начинаете делать реально в теории возмущения То эта диаграмма, она включает здесь только один А А здесь у нас член с одним А в этом операторе Это вот эта маленькая производная и вот эти два слага Все остальные члены содержат больше А, два или три Это операторы уже многочастичные Это просто другие диаграммы Где здесь испускается два или три геона из этой петли Но потом, если эти все диаграммы конкретно ущеняются По очереди, потом суммируются И по градиентной грамотности оно заверётся в этот оператор Больше ему некуда деться просто Это автоматически произойдёт Так вот, если взять только одночастичность Вот этот член То он выглядит как D маленькая И здесь ещё вот эта часть одной производной Они свернутся Д ню и Д ню Даст D квадрат А это в выпускном представлении Ну, Q квадрат Д ню и Д ню и Д ню и Д ню и Д ню деле вот во что это превращается. Можно прямо нарисовать эту диаграмму, и этот ток сразу в психоэкономию Пси будет живьем, но зато здесь будет пропагатор фотонов, единица на Q-квадрат. Но этот Q-квадрат, который выскакивает числитель, его сокращает. И это стягивает. Понятно, о чем я говорю? И все раз. Я могу нарисовать прямо вот эту диаграмму. Но по правилу Фейнману, как пишется эта диаграмма? Написали эту часть. Дальше пишите единицу на Q-квадрат, пропагатор фотонов, и дальше пишите ток, жемю, квартка. Так? Это вот этот кусок. Но на самом деле из диаграммы еще вырезает множитель, равный Q-квадрат. И он сокращает пропагатор фотонов. И этой линии, на самом деле, нет. Она стягивается в точку. И получается прямо, что вот это равно то. Здесь нет множителя единицы на Q-квадрат. По сути. Ну поэтому, подставляем. Мы видим, что это превращается снова в 4-х кварковый оператор. Но он совершенно не такой. Он не левый. Он чисто векторный. Вот чем качественное отличие. Если расписать, то это будет синий. Кроме того, он цветной. А, пардон. Вот тут тоже будет свет. Ну ясно, что раз отсюда пошел свет, то оставшаяся часть тоже будет светная. Поскольку все вместе бесцветно. Поэтому, на самом деле, вот тут стоит ТА. И это цветное. Вот оно. В этом итоге... Ну что-нибудь в этом уровне. А, я хотел расписать. Здесь будет идти. А, я хотел расписать. Здесь будет идти. Вот я могу, естественно, переписать вектор через левый плюс правый. Так вот, вот это качественно новое явление. Из глиона рождаются не только левые кварки, которые у нас всегда были исходно в нашем слабом окружении. А появляются правые кварки, которых отродясь не было. Вот это есть качественно новое явление. Которое отличает вот этот оператор. Они называются пингвинные операторы. От вот этих, которые у нас были. Обычные. Вот эти. Где все кварки, четыре, были только левыми. Здесь появляются как левые, так и правые. Вот эти. Потому что это вершина чисто векторная. А эти остаются левыми. Вот этот говновьёк держит левыми. А эти, есть суммы левых и правых. Так вот. Вот то, что здесь нарисовано. Это, так сказать, на бедрелом уровне вот так получится. Так? Но дальше начинается учёт поправок. Точно так же, как мы делали здесь. Глионные аппетитки надо учесть в интервале. От массы W до, ну, например, в данном случае, до массы B. Это всякие. Вот тут, это же кварки взаимодействуют с глионами. Где везде есть кварки, там можно поставить любую глионную аппетитку. Всё это надо пересуммировать. Люди пересуммировали. В итоге, вот качественно что получается. Уже на горном скамороне появляются два оператора. С девами и правыми квартами. Они морально разные. И бобранки, когда на них начинают накачиваться петлевые, то они суммируются тоже по-разному, но с эффективностью при них становятся не одинаково. Так? Но кроме того, как всегда, глионы ещё перемешивают цвета. Так же, как они это делали здесь. Перекручивают. Обмен глионом переносит цвет с одной линии на другую. И поэтому, кроме изменения лори, структуры, лево-правое, ещё будет такое же точное изменение, кто с кем по цвету сворачивается. Так же, как у нас было здесь. Но в итоге будет четыре разных оператора. Из них два левых и два правых, и каждые два левых отличаются тем же, чем отличаются вот эти. То есть, как цвет сворачивается. Всего двумя способами. Возникает четыре пингвинных оператора с разными коэффициентами, поскольку на них петлевые поправки суммируются по-разному. Я их напишу. Есть стандартный, так сказать, два левых, для этих четырёх и длинных операций. Я это сотру. Оно уже не нужно. Это, так сказать, для морального понимания. А как выглядит реально ответственно, я сейчас напишу. В самом деле, вам не нужно всё это вот то, что я там. Целая таблица. Вам это не нужно записывать и запоминать. Это просто, чтобы вы познакомились и, ну, имели в виду, что вот возникает такое хозяйство. Это всё можно найти в обзорах и со всеми подробностями, если вам нужно будет. Понимаете? Поэтому для буквально такого личного вам применения сейчас это не нужно. Просто постарайтесь понять, о чём это говорит, что это было. Я постарался объяснить, откуда возникают четыре новых оператора. Значит, О3. Ну, тут как раз на примере вот этих флеверов. БС и здесь сумма по остальным. Вот эти левые БС, они всегда будут. Так, а тут стоит сумма по флеверу 0. Ну, я тут всё. Из этой векторной вершины выбирается тоже отдельно левая и отдельно правая. На них накачиваются коэффициенты разные. Вот тут стоят левые. Оно ещё пересерцовано по цвету. По цвету тоже можно приложиться. Поэтому вот эта пара теперь. Бесцветная, да. А в другом, наверное, соревновать цветная. Вот такая штука. Так, теперь четвёртая. Аплодисменты. Без дыхание. Да. Да. Вот так. Вот это ижи, это цветовый индекс раз-два-три, кварталы. Зуммируется этот с этим, а этот с этим. Я могу переферцевать, тут тоже все левые. И переставить вот эту пару. Но это не автомат, понимаете? Вот когда я по ловенцу переферцевался, мы это в прошлый раз подробно обсуждали, то это было точечно, можно переставить. По цвету это не так. Там будет секретная часть, активная часть, они остаются. Поэтому так просто переставить не получится, на самом деле. Поэтому лучше оставить вот так, как оно есть. А, так они не переставляют цвет. Я переставляю по ловенцу. И вот это могу протащить по ловенцу, переставить на это место, а это на это место. А цвет на него как висел, так и будет висеть. Поэтому его можно, поскольку тут все левые, переписать соответственно вот так. С граммомер Пси. Сумма про Пси. Но так обычно люди не пишут. Потому что сумма про Пси ее удобно выделить как целая. Вот почему так не пишется. А формально могу переставить, и будет Пси граммомер Пси. Теперь и это флэйворный, вот это. А по цвету теперь это пара бесцветная, и это пара бесцветная. Можно так записать, можно так. Но принято писать так. Поэтому желательно и рекомендуйте всегда придерживаться стандартных обозначений. Тогда ваш член. Когда вы будете писать стандартный норзо, любой посторонний человек у вас легко поймет. Вот это два левых оператора. То в смысле, что здесь левая квадрата. Гаммомер, еще раз. Это проектор налево. И есть два новых качественных оператора. Где у нас появляется правая квадрата. Пять, шесть. Короче. Я вот так лучше напишу. Это тоже принятое обозначение. Вот тут пишется буква «И». Вот это «И». А это буква «И». Проектор направо. Так, по-моему, лучше. Сразу видно, кто левый, кто правый. Тут все левые. Тут все левые. И тут все левые. Ну, теперь, если вот тут левую заменить на правую, получается 5. А это всегда остается левым. И здесь то же самое. Вот тут левый, надо заменить на правой. Так, только. Индексы, чтобы не мутались. Вот это цветовые индексы. А вот это своеобразный индекс. Ну, последний срочек. А, так вот здесь цвет надо же ставить. Вер стоит так же, как здесь. «И», «Ж». «Сумного левого». «Пси», «Ж», «К», «Правый», «Пси», «И», «К». Все. Четыре независимых операторов. Называется «Пингвиновый вклад» или «Оператор». Почему никто не спрашивает, почему, откуда название? «Мы из морских.» «Что?» «Мне из морских, врач, врач». «Диаграмма, врач». «Диаграмма, врач, врач, врач». «Да». «Да». «Это идет из этой диаграммы». «Ясно, что диаграмма Феймана, для нее важна только топология. Какая линия, с кем соединяется. А форма линии, если я так нарисую, ничего не меняется. Я могу деформировать, лишь бы я не менял связность. Поэтому я эту диаграмму перерисую вот так. Вот это «П», это «С», это петля «С», это «Глевон» дает пару кулак. Вот вам петли. Так вот, это еще не все. Есть еще независимые операторы. Значит, они состоят в том, что... Вот то, что мы здесь сейчас взяли, это когда из петли выскочил множитель Q-квадрата и съел этот пропагатор плеона. И это стало локально, превратилось в четырехсерименный оператор. Но есть вклад, когда... Так, я это сотру, попрощаюсь. Есть вклад, когда из петли выскакивает G-меню, а дивергенция... Вот у нас выскочил G-меню, и на него вот так выскочила дивергенция. И она тогда превратилась в ток Пси-ганомиопси. Но здесь еще вклады. Когда это происходит, действует не на G-меню, а действует на внешний вот этот. То есть другой импульс. Это импульс Леона Q. А есть еще импульсы Хварка. И когда выскакивает производная равна импульсу Хварка, это же она действует на Хварке. Или этот, или этот. Есть такие вклады тоже. Это операторы такого типа. Ну, например, B-меню, D-S-меню. А здесь G-меню. Это что-то в этом же. Он тоже подходит по всем... Ну, то есть он буквально появляется. Если вы прямо вычисляете эту диаграмму, такие вклады есть. И все соображения, о которых шла речь, они тут тоже выполняются. Потому что это та же производность. Только она теперь действует не на глюнную напряженность, а на квадратную. Ну, поэтому и Лоренц, и размерность, и цвет, кратентный вариант, и все в порядке. Но по уравнению в генах, это дает массу H-кварта. И аналогичный вклад есть, когда она действует на B. И это дает массу H-кварта. В итоге этот оператор превращается... Но! Обращаю внимание хоть что. Ага. Тут немножко надо чуть темнее, так сказать. Если я буду действовать на левый кварт, я буду всю правый кварт. Вот на что еще надо обратить внимание. Потому что масса H-кварта в Лаконжане, сколько раз уже говорилось, она перепутывает левый и правый. А хенедийский член не перепутывает. Вот хенедийский член, вот массовый член кварт. И поэтому уравнение вверх, это на самом деле выглядит вот так. Если писать его отдельно для левых, отдельно для правых. И наоборот. Правый дает левый. С-кварт из левого превращается в правого. И поэтому тут оператор выглядит так. В итоге. Тут стоит фрагмент. Тут стоит масса S. И аналогично будет еще вклад от массы B, когда производная будет дифференцировать B-кварт. А здесь стоит же меню. Только здесь еще теперь стоит цвет. И здесь стоит цвет и сумма по цвету. Уже меню чисто цветного, не бывает без цвета. Вот такая структура еще появляется. Это тоже пингвинная оператор. Разница в том, что у него ножек нет кварковых. Весь глион жеменю жемен вылетает как глион. Ну только в виде напряженности. Это не четырех-квартовый оператор. Это два кварта и один глион. Ну один условно, потому что тут нелинейное жеменю содержит и двуглёный вклад тоже. Есть же такие вклады. Конечно, учитывая, что B намного тяжелее цель, вот это, конечно, главное, но один маленький. По сравнению с ним. Сейчас я напишу. Это называется магнитный пингвин. О8G. G это слово глион. Потому что еще то же самое делается. Тут может вылететь фотон вместо глиона. И Z-мазон Z-0 тоже. Все это есть. Но глион, конечно, больше всех, потому что у него константа. Вот тут стоит константа. Если это глион, это константа сильной связи. А если это фотон, то это метермагнитная константа маленькая. Так, так вот эти 8G нормально нормируются так. Конечно, эта условность в том плане, что любые константы, которые вводятся в определение оператора, при этом операторе будет стоять соответствующий коэффициент всегда численный. Я могу любое множество из коэффициентов перегнать в определение оператора, или наоборот, это дело условное, но есть общепринятая опять-таки базис. Значит, здесь пишется так. Состройства –maya, наоборот, в том, что это имеет правило, поединка колбаса по сопернике, Для этого соответствующего коэффициенте стандартное в этом плане А! Вот тут, будешь тут? Это не проît. Тут стоит 5 аминюк. Ну хорошо, я напишу, живьём. Вот тут проектор направлен. Вот что я говорил, что левый превратился в правый. Вот это оно и есть. Только на самом деле тут не одна гамма-матрица, а две остаётся. Можно посчитать по диаграмме. Вот тут стоит одна гамма-матрица, вторая, в пропагнаторе, в числителе стоит третья. И вот тут в вершине, где спускается диакторный позор, стоит четвёртая гамма-матрица. Так что их всего тут четыре. Вот так. Ещё три. Цвет. Так вот эти четыре. А тут осталось две. Одна пропагатор, здесь это уравнение держит. Одна гамма-матрица превышается в массу. Что-то не схоже всё равно. Раз, два. Вот тут же вершина, поэтому тут раз пропагатор, два пропагатора и вершина. То есть раз, два, три, четыре, пять гамма-матриц. Пять гамма-матриц, четыре раскладываются. Важно, что их нечётное число. Их можно всегда три разложить. И две свернутся. Одна пропагатор из уравнения дырок, а две свернулись и пролетели сведение личное. В итоге осталась такая структура. Я вам просто наводки даю. Потому что это прямое вычисление этой диаграммы. Понимаете? Она довольно, если её писать не правильно, она довольно длинная. Она должна с ней аккуратно обращаться. Но это всё же они проделали там, я не знаю, 20 лет назад. Поэтому вот что точно получается. Вот это называется магнитный бенфин. Есть аналогичный склад от фотона вместо глиона? Я не понял, что этот случай от первого отличается? Когда у нас просто два фермиона получились левые и правые. А здесь, что у нас... Вот это четырёхфермионный оператор. А это трёхчастичный оператор. Два кварта и один глион. Совершенно разные операторы. Они будут давать совершенно разные распады. Ответственные будут. Например. Вот этот оператор вкладывает... Сейчас, куда у нас она вкладывает? Ну вот, например, если заменить левон на фотон, чтобы он вылетел прямо жильём. Что очень наглядно. Сейчас я это напишу. Электрический пингвин. И потом, после наглядности, дает вклад в распадку. Значит... Это называется О 7 гамма. Значит, он такой же. Только вместо Ж стоит Е. А всё остальное такое же. Так. И вот тут, вместо левонной напряжённости стоит электромонильная напряжённость. И тут, конечно, нет этой тематуры световой. А просто единица, наверное, в месте стоит. Ну ладно, я всё напишу. Вот так вот. Так. Так вот он даёт вклад в статистический распад. Например. По-моему, даже КА может. Нет, КА не пойдёт. Вот такого распада нет. Камезон и фатон. А почему такого нет? Закон сохранения момента не получится. У Б спин ноль, у Камезона спин ноль, у фотона спин единица. Когда Б стоит, в одну сторону летит КА, в другую фотон. У КА, у фотона реального, это реальный фотон на массовой поверхности. У него хилистик может быть только или единица, или минус единица. Он поперечно поляризован. Поэтому он даёт проекцию на ось своего импульса, или плюс, или минус единица. Камезон, имея спин ноль, даёт проекцию момента ноль. В итоге, родившаяся пара несёт проекцию момента на ось распада плюс-минус единица за счёт фотона только. А начальный момент равен нулю, потому что Бомезон стоил и без спина. Момент не сохраняется. В том, такого же спина и нет. Но если это векторный Мезон КА, со спином единицы, векторный КА, то тогда всё годится. Фотон несёт проекцию сюда, КА может нести проекцию сюда, и проекция суммарная может быть равна нулю. Такой распад наблюдался. Теперь мы для него можем посмотреть, как он фундаментальный такой потон, что под ним лежит. Бэк-кварк превращается по этой вершине в эскварк и в фотон. Вот по седьмому последнему номеру. Но можно это разрисовать вот так. Только теперь это фотон. Но это всё проинтегрировано, это число. Как оператор он трехчистичный. Поэтому я просто вот эту вершину, из неё вылетает фотон, а здесь получается S-кварк. А этот наблюдатель неактивный в эмизоне, ну например, U. Так? И тогда это будет, в смысле, ANTU. И это будет B- минус. А этот ANTU вместе с S, даёт ка со звёздочкой минус. Вот этот распад. А это вершина вот этого магнитного пингвина. Что такое вершина? Это вот этот коэффициент. И то, что стоит между операторами. Сигма-меню, матрица T и делится с песком ОТ. А это, то есть хвости, без всякой T. Вот. Коэффициент, сигма-меню и напряжённость фотона. А от этого оператора, вот этого, нужно брать матричный элемент между начальным адроном B и конечным адроном K. Ну вот его надо как-то уметь вычислять, потому что это уже чистая пингвиначная часть. А слабую часть мы вычислили. Вот он. Должен сказать, что за счёт петлевых эффектов, это же все эти операторы пингвины, они идут обязательно через петлю. Петля всегда даёт численное подавление. Вот эти единицы на 8 квадрат это же очень маленький коэффициент. 8 квадрат это 80. Поэтому численно вот эти все пингвиновые вклады очень маленькие. Дополнительно подавлены численно за счёт лишней петлевой малости по сравнению с борновскими вот этими. За один порядка единиц. А коэффициенты, которые значит истёрлись. Добавка к лакранжану к кингвина, она и сумма по всему телоператору. Тут как всего на самом деле это не сеющий. Вот здесь потон может превратиться в пару кварков или лептонов. Глеон не может в лептон не превратиться, а потом может. И кроме потона, короче, здесь можно пустить глеон, потон и Z0. Но у них у всех вершины разные. Чем отличается качество, например, Z0 от глеона и фотона? Ниглеон и фотон имеют чисто векторные вершины гамма-мю. А Z0 имеет вершины и гамма-мю, и гамма-мю-гамма-пять разные. То есть у него есть члены гамма-мю-гамма-пять, нарушающие чётность. Вот эти вот качественно отличаются и от фотона и от глеона. А глеон и фотон отличаются тем, что у него эта пара кварков рождается в цветном виде. Вот. А у фотона она бесцветная, естественно. Ну поэтому цвет по-разному там устроит. Человеческая внутри этого. А можно вопрос? Да. То, что мы нарисовали, когда фотон рождается. Да. Вот эта вот жирная точка, там уже нет для очищения. Можно её нарисовать по-другому? Так вот она. Это она. Не важно. Только вот это воню. Здесь рождается живой фотон. Из вот этой цикварковой петли. Вот эта же диаграмма. Она дала вот это всё. Это всё из неё посыпалось. Непонятно? Но когда глеон рождался, вот эти рождают пары в том, который был на троне, он не был глядя? Он образовывает. Значит, из чё? С фотоном морально абсолютно то же самое, что с глеоном. Ну только цвет у него по-разному. Поэтому из глеоном и фотоном есть два типа вкладов. Есть... Рождаются в виде напряжённости. Исходно. Но дальше из петли выскакивает ещё одна производная. По размерности. Это совершенно очевидно. И по Лоренсу и так далее. Так вот есть два типа вкладов. Или эта производная действует на Жеменю и даёт дивергенцию Жеменю, превращаясь в пару кварков. Фотон превратится в пару кварков или глеон превратится в пару кварков. Плюс фотон может превратиться... Здесь ещё и в сумму будет по лептону. Это один тип. А второе, когда это лишнее производное, которое выскакивает в петли, действует не на производность, а действует на кварки и превращается в массу кварков. И для них возникают воды. И вот и всё. Но всё это действует качественно или инаково. Не зависимо от того глеонда или фотона. Отвечается только тем же, здесь есть циндовая матрица. А здесь нет у потомок. Вот и всё. Задачи подобного рога двух нельзя? Нет. Хотя, значит, могу и дать в том смысле, что... Возьмите этот, например, оператор. Он вам даётся готовым. Значит, при нём только надо коэффициент задать, чистый. И всё разговаривать. Тут что действует? Тут стоят саиды, и тут стоят поезды. Это вот дополнительные вклады к этим двум. Эти пошли из такого типа диаграмма. А вот эти третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, ещё отсек нуля девятый, десятый. Они маленькие, девятый, десятый, поэтому я их даже не буду рисовать. Хватит этих восемь. Так вот при них стоят совершенно конкретные же коэффициенты, которые пошли из вычисления этой петли. Но они все маленькие. Ну, например, я помню, у меня, к сожалению, под рукой нет полного набора этих всех коэффициентов, но я помню, что из этих всех коэффициентов самые большие это номер 4, который где-то минус 0,04 численно. И номер 6, который где-то минус 0,06. Вот это характерное значение. Остальные коэффициенты намного меньше. Но вы видите, что и есть очень маленькие. Я напоминаю, что, например, нормальный вот этот С1, он у нас, по-моему, 1 из 12 сотен, да? Он порядка 1. С2 меньше, потому что он на Борновском уровне равен 0, и держится только за счёт поправок. Но и он не маленький стандартно, где-то я не помню, минус 0,26, кажется. А эти, это самые большие спинквейные коэффициенты. Но они всё равно абсолютно очень маленькие для всех петлевой малости. Лишние. Но, поэтому, если они дают вклады в такие процессы, где могут давать вклады вот эти тоже, то тогда, конечно, эти доминируют, и эти дают маленькие поправки, ничего особенно интересного нет. Но у них другая структура и по флеверу, и по левым правым, и по цвету, понимаете? Поэтому они могут давать вклады в такие процессы, где воды или вообще не дают вкладов, или сильно подавлены там по Камаяшу и Москалу. Вы можете сейчас примеры посмотреть. Вот тогда они становятся главными. Но всё равно они численно всегда маленькие. По сравнению с этой единиц, я имею в виду. При прочих равных. Тут надо ещё учесть, что тут не написано. Тут ещё надо учесть, но я условно напишу. Камаяшу и Москала ещё стоит. Вот тут стоит ВСК, а тут стоит ВЦС. Это универсальная вещь для вот этого класса флевера. Ну, конечно, я могу ВСК здесь поставить Д-квар. Будет стоять коэффициент ВСД. Но ВСД в пять раз меньше. ВСС такой синус-кабиба, а ВСД синус-кабиба. Это будет то, что называется Камимоподавленная пингвина. Когда ВСК замените на Д, вы проиграете сильно по Камаяшу и Москалу. Но это всё есть в колесе. Об этом надо тоже помнить. Поэтому, на самом деле, их куча. Когда вы начинаете эти флеверы перебирать, тут можно ВС заменить на Д. А кроме того, начальный В тоже можно заменить на какой-то другой флевер. И поэтому этих пингвинов по флеверам ещё штук 30-40. Когда вы все флеверы начнёте перебирать, они будут вкладывать в разные распады по флеверам. Но всё это опять-таки есть. Поэтому, если написать полный логринжер, когда тут начали любого подходящего флевера, и в конце, то это, я не знаю, полторы сотни слагаемых, подобных гранжеров. Так вы себе представляли, что это заходящее. Но оно всё выписано. Можно найти подходящий обзор. И все эти полторы сотни операторов с разными сильными флеверами. По структуре они все такие, как мы на этом примере посмотрели. Но флеверы все можно тут менять. Например, когда начальный вес, то в конце можно иметь Д. И вот такие пингвины ответственны за, например, распады, дают вклад сильный в распад камни зона в 2П. Вот. Это тоже имеет место. И так далее. Их много, короче, этих всех операторов, когда вы начинаете ещё перебирать все флеверы. Может, привычки дышать? Давай. Смотрите, в каком примере, типа эти две звены начали работать. Надо сказать, что сейчас тут много лет работал Аркадий Вольштейн, не знаю, слышали, как он самим нет. Её молодёжку я не знаю. В общем, тут человек выдающийся, как физик, я имею в виду. Он сейчас в Америке работает. Так это он придумал, только не видел. Первый он это дал. Это было бы в 77-й, в 70-й. Так что они происхождение обезьян. Так что они происхождение обезьян. Давайте посмотрим, кто туда даёт вклады. Во-первых, есть вот эти вклады от операторов О1 и О2. Их называют деревянными. В том смысле, что они не петлевые. Диаграммы без петель называют три. По-английски три – дерево. Деревянная диаграмма. Встречали, наверное, на самом деле. Ну так вот эти два оператора называют деревянными, а эти называют лингвины. Это стандартная терминология. Значит, деревянные вклады в такой распад. Значит, что нам нужно? С-кварки нам не нужны, поэтому нужен переход Б в У. И здесь надо, чтобы кармезон один из кварк, чтобы родился. Поэтому, например, вот так же. Вот есть такой деревянный вклад. Это из этой компании. Но только, так сказать, флейверы надо выбрать подходящие. Понятно? Здесь это не те флейверы. Вот тут надо вместо Ц написать У, а вместо Д написать С. Вот этот оператор подходящий деревянный к этому раскладу. Вот он нарисовал. Теперь. Ну, если мы возьмем, например, тут антидын, это будет антибейной армезон. А это надо, например, отфакторизовать на два куска. Ну, например, вот это дает К- минус, а это дает К- плюс. Вот такой расклад. Он померяный. Бренчинг типично 10 минус 6. Ну, может, 2 на 10 минус 6. Не помню. Порядок величины 10 минус 6. Так. Но. Здесь стоит Кабояши Москава, ВУБ и Кабояши Москава, ВУС. Оба очень подавлены. ВКВАР в основном переходит в СКВАР. А переход в У в 10 раз меньше ВУБ, чем ВЦП. И здесь то же самое. Туполь В хорошо переходит в ДУ с косинусом Кабиба, а ВСУ это синус Кабиба, он в 5 раз тоже меньше. Поэтому это дикое подавление по Кабояши Москавы. А матричные элементы зато и коэффициенты здесь нормальные. Вот. Типа 1. Ну, кроме того, есть пингвинные вклады. Так. Это я отсюда уберу. Мне всё время почему-то места не хватает. Пингвинный вклад. Выглядит так. Сейчас попробую завершён. Я буду вот так рисовать для наглядности. Вот этот леон, он на самом деле сокращается, пропаганда. Тут эта точка в их пространстве, она подтягивается сюда. Тут нет нелокального пропаганда, где денется ногу квадрата. Денется ногу квадрат локальный в выпульсном пространстве. А фурье образ его. Это пропаганда от точки X до Y. Это не локальная вещь. Но он сокращается. Поэтому на самом деле его нет. Реально. Но для наглядности я его вот так нарисую. И здесь идут пара кларков. Подходящих. Всех по флэйвору. Сумма. Вот он. Такие и такие. Все. Есть четыре штуки. Так. Сейчас я немножко по-другому. Так. Сейчас я немножко по-другому. Вот родил, например, пару квадратов. Вот из этой суммы выберем O, C, U. Это подходит по флэйвору нужному нам распаду. Вот эта пара. Понятно? Тут есть еще D, C, D, S, C, S. Есть вся сумма. Но по флэйвору, чтобы получить в конце K, P, подходит только O, 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 T. Ну так, например, вот эта пара может превратиться в K, а эта в P. Поэтому вот эта вершина, это пингвинная вершина. Это все стянуто в точку. Понятно? Это вот эти операторы. Они локально уже выглядят как четыреххварковые. Поэтому на самом деле вот эти две точки стянуты. Я нарисовал здесь глионную линию для наглядности просто. Вот она. На самом деле ее нет. Она сократилась. Пропагаз. По КПС-Москаву здесь стоит S, B, S. А не B, S. Тут стоит V, C, B в этом месте. Тут два КПС-Москавы. А в этой части никаких КПС-Москавы нет. В СЦ-Москавы. В СЦ-Москавы в 10 раз больше, чем ВОБ. Вот тут я выигрываю десятку. В СЦ-Москавы в 5 раз больше, чем ВС-Москавы. Итого я выигрываю по КПС-Москавы 50. Живых сразу. Но зато проигрываю по коэффициенту. Здесь коэффициент порядка единиц вообще. При операторе деревянном. А при пингвинных операторах это 5 соток, а 1 двадцатая. 20 проигрываю. А 50 проигрываю. Поэтому ясно, что они дают вклады заведомо. Пингвинные вклады заведомо конкурируют. И может быть даже главнее в несколько раз, чем деревянные. Дальше надо оценивать матричные элементы. Там всякие двойки могут у них прыгать в разные стороны. Но в итоге. Если все это оценивать более-менее разумно. Все это сделано. В этот распад пингвинные вклады дают в амплитуду. В этот распад где-то в 2-3 раза больше, чем деревянные. Так что в этом смысле я не доминирую. Приближение к факторизации. Вы можете все это самое теперь посчитать. Основной вклад идет из номер 4 и номер 6. У которых вот эти коэффициенты больше. У всех остальных 3-5. Эти совсем маленькие. И 3-5 тоже очень маленькие. Поэтому практически численно из всей этой компании пингвином. Обычно основной вклад идет из 4 и 6. Потому что у них наибольшие коэффициенты. Ну вот. Может быть такая задача убилить. Оцените. Амплитуду распада. И соответственно. Сирену распада. Те фарфакторы, которые сюда будут входить. При вычислениях приближения и факторизации. Вот как тут написано. От факторизованного МК. Остается фарфактор перехода БФП. Он такой же как в полуэлектронном распаде БФП. И здесь электронная пара рождается вместо этого. Понятно? Это та же вершина. Это фарфакторы F+, F-мин. Здесь другая вершина. Потому что здесь холод стоит по-другому. И вообще. Здесь все не так. Потому что в операциях 4-6 эти кварки правые. Минуту. Нет. В 4 они левые. А в 6 они правые. Так матришные элементы у левых и правых вообще были совершенно разные. И с ними надо отдельно развязаться. Правых у нас до сих пор не встречалось. Мы сирену работали с левыми. Короче. Если так получится, что я кому-то дам такую задачу в билете. То я перед этим расскажу какие-то дополнительные детали. Которые нужны для вычисления таких географ, приближения и факторизации. Ничего страшного там нет. Не думайте. Так. Что еще с пензинами? Пожалуй, все. Еще раз подчеркну. Что этот просто тут нарисован на десяток операторов. Еще тут пару штук идет. То, что называется электроскладное. Когда тут стоит Z0 базон. Z0 базон не сокращается. В том смысле, что у него пропагатор равен Q квадрат минус Z квадрат. А из петли выскакивает уже один Q квадрат. И когда у нас был этот фотон или глион, они были безмассовые. И это сокращалось. А теперь, когда тут стоит тяжелый Z. то это как раз можно выкинуть. Это будет очень дополнительно подавленный склад. Q квадрат на массу Z квадрат. А Q квадрат это импульс рождающейся пары. Он в несколько раз меньше массы B в любом случае. Поэтому это очень маленький номер дополнительный для тяжелого Z. И поэтому 9-е и 10-е электросклады, эти операторы, они численно очень маленькие. Но зато у него есть, я уже говорил, у Z вершины нарушающие чудо. Вот эти с кварками. А фотоны и углионы это чисто векторные вершины. Поэтому у Z есть всякие вклады в опритуду не гомо-мю. А и гомо-мю, и гомо-мю, гомо-5. И это приводит к тому, что если вы начнете мерить поляризацию рождающихся дронов, то у Z будут всякие поляризационные эффекты, которые фотон не может дать. И глион тоже. За счет оксиально вершин. Ну вот по таким признакам он дает качественные какие-то новые явления, которые не дают ни фотоны, ни глионы, но зато они численно очень подобные. Ну вот такая ситуация. И вы видите, это 10 штук только в данном флейберном секторе. B, S. А когда вы начнете менять... Есть же еще... Это нижние кварки. B, D и S. А есть еще пингвины на верхних кварках. Например, C, U. А здесь пойдет зато нижний кварк. Какой-то B, S, D. Петля. И такие есть. Поэтому на самом деле, если их пересчитать, сколько их всего, их сотни-полтора. Когда вы все флейберы начнете перебирать, много. Но они все посчитаны, заготовизированы, так сказать, в обзорах можно найти таблицы со всеми коэффициентами. Все дано. Люди посчитали. Это считается, опять-таки, один раз и на всю жизнь. Понимаете? В чем преимущество? Вы один раз это посчитали и написали, как выглядят эффективные операторы. Вот они так выглядят. Только флейберы все меняются всеми вариантами. И для каждого из них надо один раз посчитать коэффициентами. Ну и все. Посчитали. Это на всю жизнь, как говорится, ответ, который дальше используется, вычисляя матричные элементы по тем адронам, которые вас интересуют. Раз и на всю жизнь это вычисляют. Все, пожалуйста, с мигвинами. Перейдем к СП нарушению. Я стираю, что у нас в то время? Ну, времени-то не твучит. Не смысл начинать. Значит, нам осталось одно занятие. Так когда мы проведем это? Можно еще устраивать прямо в пятницу следующее и все. Я и предлагаю. Поехали. 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 Поехали.